Добрый день! Значит, мое сегодняшнее выступление будет иметь чисто исторический только интерес. Дело в том, что я практически три года просидел за одной партой с человеком, который в дальнейшем стал героем 90-х годов, а именно с основателем известной пирамиды мошеннической, Хопер Инвест. Вот поэтому я немного некоторые слова должен о нем сказать, что мы представляем, что это за персонаж, и вообще, что за персонажи, вот эти так называемые герои 90-х годов. Ну, все остальные тоже. Значит, следующее. Он, значит, появился у нас в классе где-то в середине, а может в начале шестого класса. И поскольку у него зрение тоже было не лучшее, нас посадили на одну парту, на первую, прямо напротив учителя, и мы там сидели вдвое. Сиживали свой срок. Мы срок мотали, да. Вот такова ситуация. Значит, ничто в нем, как говорят, не выдавало будущего выдающегося мошенника. Ничто. Он был, в общем-то, неплохим товарищем считался, ну, и так далее, и так далее. Вообще говоря, у него была такая особенность, которая нам тогда, одноклассникам, была очень удивительна. А именно, он был евреем, при том, евреем самым настоящим. То есть, в школьном журнале была написана, что его национальность еврей. А я напомню, что вот северные вот эти русские области, они самые русские из всех возможных. То есть, там найти кого-то нерусского, что называется, другого типажа, большая редкость. И вот тут нам в класс живого еврея привели. Вообще говоря, как он учился, как он себя вел немного и чем он, как бы, интересовался. У него мама развелась с его отцом, судя по всему, и получила некоторую позицию у нас в мединституте. Она кандидат каких-то, кажется, химических, хотя, может быть, и медицинских, и биологических. Получила позицию из Ленинграда, они переехали в Архангельск. И в Архангельск он пошел в школу и оказался со мной на одной парте. Такова вот его история примерно. Ну, казалось бы, он человек из научной семьи, интеллигентный, должен хорошо учиться. Ничего подобного. Он равномерно плохо учился по всем предметам. По некоторым учился хуже, по другим еще хуже. Но при этом обладал достаточно высоким развитием, превосходящее, подавляющее большинство моих родноклассников. Был очень эрудирован, потому что все-таки как бы интеллигентная семья, она давала себя знать. В дальнейшем я после 8 класса, то есть в конце 8 поступил в 45-й интернат, то есть физмак-школу в Ленинградском университете для наиболее одаренных людей. И он, и Лева, потому что он был тоже очень такой амбициозный товарищ, тоже очень хотел туда поступить, ну, на биологическое отделение. Почему-то я ему не помогал на этих экзаменах, и человек получил именно те оценки, которые он заслуживал. Именно две двойки, ой, две единицы и двойку. И это действительно были у него знания по физике и по математике. Они были объективно оценены. Таковы еще. Чрезвычайно, значит, он был исключительно на тот момент не спортивен. То есть он не занимался практически никаким видом спорта. Играя в футбол у него получалось это чрезвычайно плохо. По полю он в основном ходил где-то там, и что-то стоял, когда одноклассники пытались играть в футбол или что-то еще. Бегал плохо, подтягиваться практически не мог. Но говорят, что после этого он за себя взялся. И они мерили уже в 10 классе между мальчиками бицепс, и у него был самый большой, потому что он начал заниматься бодибилдингом. И сейчас у него, говорят, достаточно у него спортивный вид. Такова, значит, ситуация. Он относился к такому сорту людей, которых принято было, что называется, как это, чморить. Ну, особенно у нас был одноклассник Андрей Герасимов. Ему вот как-то доставляло большое удовольствие, ну, пинать Леву на каждой перемене, давать ему пощечину, ну, заводиться на него. Лева чрезвычайно это очень тяжело воспринимал. И потом я читал, что среди своих охранников он устраивал определенного рода бои на выживание. То есть, как бы, на этих боях присутствовал на должность собственного охранника. По всей видимости, такое поведение брало как раз свое начало от пощечина пинков Андрея Герасимова, который Лева получал. Значит, у нас он, вообще говоря, его фамилия Нечаев, это, по-моему, фамилия его по отцу. Значит, у него мама, по-моему, вышла в трех раз замуж. И во времена всей истории скопировал инвест, и он уже был Константиновым. После этого, сейчас в Израиле, он находится уже, является под фамилией матери, он Крекер. Вот такова у него жизнь. Вообще говоря, его в Израиле сестра находится, вот одной однокласснице, которая сидит сзади, за партой. Он, значит, с ним встречался, он вроде бы работает охранником в каком-то магазине в настоящий момент. Домой к себе не зовет, женился на девушке, которая много его младше, и завели одного ребенка. Сейчас, наверное, больше. Передает мне более-менее регулярно привет. Вот. Ну, у нас вообще кусок, да я говорю, что при всех своих двойках, сплошных тройках и всем прочем, он был достаточно эрудирован, прямо приходили, мы с ним играли. Ну, не играли, он мне всякие интересные вещи рассказал. На тот момент он читал «Мастер Магрита», он его пересказывал, то есть он его читал. Далеко не все мои одноклассники читали, только какие-то книги. Вот. Плюс мы вместе с ним, как в два старых евреях, обсуждали курс доллара, который публиковали в газете «Известия». Практически. Ну, то есть радовались, что когда рубль вырос на одну копейку в доллару и так далее, и так далее. Что было смешно, но мы на тот момент не понимали, что этот курс не имеет никакого отношения в действительности. А это то, что хочет газета «Известия» указывает, так и указывает. Такие вот, таковы, как бы, вот эта ситуация. Вот такая очень смешная. И у нас вот этот уголочек от четверых был чрезвычайно веселый. То есть я, Лёва Нечаев, Лена Березовская, Света Капралова. Он действительно обладал хорошим чувством юмора, нам действительно было очень весело, чрезвычайно в этом углу было. В этом смысле. Но Свете Капраловой было положено обладать хорошим чувством юмора, потому что у неё отец главный судебный медэксперт был Хангельска, по-моему, даже в области. То есть практически патологоанатом. А это люди с чувством юмора. Сейчас отец у неё умер, и главным судмедэкспертом является Света Капралова. Вот такие вот вещи. Но при этом говорю, что вся троица, то есть я, Света Капралова и Лена Березовская учились хорошо. Лена Березовская потом была даже медалисткой и так далее. А Лёва, он как бы ухитрялся при этом ещё и не учиться. И после, насколько я знаю, он после школы даже не стал поступать в институт и пошёл в армию. В этом смысле он повторил биографию многих выдающихся деятелей 90-х годов, того же Абрамовича, допустим. Но судьба сложилась немножко иначе. То есть в отличие от Абрамовича. И он был вынужден уехать из страны, спрятаться в Израиль. А мама его уехать не успела. Он сидел большой срок и через полгода, и уже заболела там раком, и уже через полгода, поскольку её выпустили, она умерла. Но, по всей видимости, я её никогда не знал, вроде бы её Илья звали. Её мама на собраниях встречала, и она как бы очень хотела, чтобы мы вместе как бы так дружили. Ну как можно дружить с евреем, да? Невозможно же совершенно. Но я эту фразу, потому что это помню, потому что в начале было ещё не люди догадывались, но не знали, что он еврей. Илья, ко мне подошёл, сказал, Игорь, а что ты думаешь, что твой друг был евреем? Ну вот, что думаю, ничего хорошего не думаю, что такова вот эта самая ситуация. Ну, поразителен на самом деле факт, что среди большого количества народа нашёлся один всего лишь еврей, и он стал выдающимся деятелем 90-х годов, создателем мошеннической пирамиды, одной из самых знаменитых. И я убеждён, что как Мавроди посвящены фильмы и книги, точно так же и ему тоже будут посвящены и фильмы, и книги, и сериалы будут сняты по его биографии. Но они будут, по всей видимости, иметь преувеличенное такое, некое-то значение, известно только с его слов. Ну, например, я читал с ним одно небольшое интервью, какая-то корреспондент его вызвала в какое-то кафе, заплатила за него, за его чай купила. Такая вот, где вроде, вот так было. И он начал рассказывать, что сам пишет книгу, ну это было лет 10 назад. И эта книга всё изменит в мире, потому что за что бы он ни брался, говорит Лёва, он привык во всём всегда доминировать. Я вспоминаю вот эту ситуацию, нет ничего более далёкого от того, что он где-либо доминировал. От его две единицы и двойка наступительных экзаменных школ ФМШ, и это постоянные пинки и плевки, получаемые на каждой перемене от Андрея Герасимова. Вот здесь как бы вот это чрезвычайно удивительно, как человек рассказывает о себе то, чего даже близко не было. Не было никакого доминирования совсем. Хотя, может быть, там в девятом, десятом классе хоть что-то изменилось. Вот такой мой небольшой экскурс о детстве, то есть о шестом, седьмом, восьмом классе, где совершенно случайным образом я оказался сидя за одной партой с выдающимся будущим деятелем новой свободной России 90-х годов, Лёвой Нечаевым. Спасибо.